Всем привет, друзья! Вы на канале Салют Плей, а сегодня смотрим новый инди-хоррор под названием Лэйр оф Томэнд. Это хоррор от создателя игры Welcome to Kavlun, которая недавно была на канале. И поехали! Так, как двигаться, как шифтовать нам объясняют. Нажмите любую кнопку ОК. Это что, страшные подвалы? Древний артефакт. Статуэтка, ломающая жизни. Она захватила разум моего отца. Он обезумел и начал убивать. Надо пробраться в подвал и сломать ее, чтобы спасти дорогого мне человека. У меня очень громко все. Кстати, знакомые мотыльки из Kavlun. И вообще, в принципе, как все выглядит, да? Напоминает Kavlun. Это что такое? Печка какая-то? Пока не понимать. Что? Взаимодействие с курткой было. А, которая открывает вот эту дверь. Ээээ... Короче, мы заперты в этой комнате, правильно? Это сейф или это что это? Это что это? Подожди, а такое бывает? Две вилки соединены проводом. Как так? А как выйти? То есть нам нужно будет все вилки доставить, да? А как выйти отсюда? Смотри, если проанализировать картинку, то здесь я вижу повторяющиеся картинки, например. Да подожди ты. Повторяющиеся, например, в первом ряду, самая последняя повторяется, она точно такая же, как и вторая в нижнем ряду. Хорошо, а если первая, человечек на виселице целый, с треугольничком слева? Короче, смотри, первая... Первая в верхнем ряду и третья во втором ряду. Да нет, это неправильно. Апу. Третья и первая в верхнем ряду. А я могу через эскейп уйти? Да. Давай попробуем просто потыкаем. Человечек без ноги и человечек без ноги такой же. То есть смотри, вторая, последняя. Вторая и последняя здесь. Теперь человечек без руки с треугольничком. Третья, первая. Да, правильно. Наверное. Так, а теперь виселица без треугольничка. Это у нас, они находятся, эти картинки, друг под другом. То есть это четвертая и четвертая. Это-то мега странная загадка. А, ну методом исключения зачем я смотрю? Вот это сюда, а вот это сюда. Реально, что ли? Работает или нет? Что за фигня? Мне что, в печку надо идти? Что? Подожди, а открыть можно? Подожди. Это вообще как? Тут что, кнопка есть какая-то? Нифига, у него голова порачится, как у совы. То есть, и вообще, если я нажимаю на кнопку мыши, то он от нее... То он выл... А, так надо на клавиатуру было нажимать. Неа. Это максимально странная загадка? Ох, щет. Это что? Ага, четыре цифры нам надо. Откройте, у вас тут перемещение по печкам происходит. Так, Брайсон, Лайм, Лукас, Оливер, Лиллиан, Одри, Наоми, Эбигейл, Леонардо, Джеймс. О чем мне так говорит? Подожди, а как я из этого цифр составлю? Лукас вычеркнули, смотри. Не поняла. Это что было? Лукаса вычеркнули, например... А где тут был Лукас? Лукаса вычеркнули, и что? Не поняла. А, это не загадка или загадка? Или я сюда вернусь? Для чего-то же мне нужны имена, правильно? А фонарь? Фонаря нет. Что-то я офигею с этого. Март, май, август, ноябрь. Март, май, август, ноябрь. Это как? Блин, а вдруг тех чуваков надо было фотать? Синий и зеленый. Синий-зеленый. Не поняла. Синий-зеленый? Это что, сложные загадки сегодня пошли? А, можно было пройти. Синий плюс коричневый. Синий плюс коричневый. Красный минус синий. Ты равно смерть. Фиолетовый плюс зеленый. Что? А, это какой? Что там я говорила? Я уже забыла, короче. Красный-красный. Да не, ты не красный. Встань. Красный в красный, это мы поняли. Это пары. Фиолетовый-зеленый. Фиолетовый идет к зеленому. Но непонятно, может быть, это наоборот? То есть, возможно, что наоборот. Но это не точно. Красный-синий. А, погоди-ка, красный-синий. Так я же красный-красный поставила. Чего? Кто понял, тот понял. В смысле, красный минус синий? Это как? Как это работает? Ну, это же пары. Синий-коричневый. Синий-коричневый. Да, отпусти, пожалуйста, шторчика. Синий-коричневый. Но из синего же нельзя вычесть зеленый. Синий-коричневый. Хорошо, синий-зеленый, синий-коричневый. Я не уверена, что вот эти плюсы-минусы что-то значат. Синий-зеленый, синий-коричневый. Да, отпусти. То есть, главный синий это вот этот нижний или верхний? А если, допустим, верхний синий с зеленым? Что я говорила? Красный-коричневый? Не, я просто тупо потыкаю. А, тут один лишний, что ли? Короче, я на листочке тупо запишу. Во-первых, март, май, август, ноябрь. Иначе сейчас будут 300 лет ходить. Синий-зеленый. Синий-зеленый. Или минус. Окей? Окей, заходим сюда. Синий-зеленый плюс коричневый. Синий плюс коричневый. Здесь ни черта не видно. Это была Максы неожиданно. Красный. У меня же все мурашки пошли. Красный минус синий. Я не знаю, что за черт, но нафига он тут вылез, непонятно. Это все подсказки? И еще две подсказки вот здесь. Отстань. Может дойти? Красный-красный. Красный-красный. Сейчас будем гадать, что это все значит. Фиолетовый плюс зеленый. Фиолетовый плюс зеленый. Фу ты, кто это придумал? Погнали, смотри. Итак, вот самый главный вопрос. Когда они пишут синий минус зеленый. Они имеют ввиду главный синий цвет, это который сверху вот в рамочке? Или это нижний переключатель, он главный? Синий-зеленый. Хорошо, синий идет в зеленый. Синий плюс коричневый. Почему два синих-то? Ах, это синий плюс коричневый. А, тогда это может работать. Красный минус синий. Не, тут два красного. Красный-красный. Красный минус синий. Фиолетовый-зеленый. Фиолетовый-зеленый. А, это что, методом тыка надо поставить? Это что, так работает? Эм... короче по итогу я это открыла но я даже не могу объяснить каким именно образом оказалось черная вот эта плашечка которая вставляется не знаю что это черная лишняя смотри из всех записей которые я сделала сюда подходит фиолетовый зеленый потому что на фиолетовом стоит зеленый это вот справа так синий зеленый не работает синий коричневый работает это вот третья штучка красный синий красный красный непонятно вообще никак это все то есть из этих вот шести ячеек только две рабочие подсказки вот эти которые были на стене остальное просто тупо методом натыкивания вообще этого понять не могу зафига такие делать загадки это ключ это ключ я не понимаю чего мы наверное должны вернуться вот это вот я записала кстати эти месяцы это чё от ящика что ли ключ-то от чего в смысле в этой игре взаимодействие только на кнопку мыши все еще непонятно ты синий зеленый ничего не работает из этих подсказок вот эта дверка вот она офигеть июнь август январь февраль оливер зачеркнут погоди ка у нас март май август ноябрь давай на март май август ноябрь найдем числа октябрь февраль июль июль это вообще написано адмия 21 нотекс 11 кто такой нотекс февраль 12 январь август 4 август 4 чё такие за название смысл н4 б а сентябрь 6 ноябрь 1 январь я уже с карандашом в руке играю понимаешь чё-то март 7 март 7 а май ах нифига себе их еще крутить можно а он там нифига нет опа май 10 ну вот смотри я узнала цифры на март май август ноябрь это мне о чем-то говорит это получается мне в начало надо это я иду в начало фига там и кто там зачеркнут оливер оливер офигеть о как вернулся в 4 откроете Что? Я нашла загадку? А что? Простите, как на основании того, что я знаю, что у нас была какая-то табличка с именами, как я могу это решать? Март, май, август, ноябрь. И здесь целых 10 переключателей. 7, 10, 4, 1. А, ну подожди. Если у нас здесь 10 переключателей. 7, 10, 4, 1. А, наоборот, вверх может и вниз надо 7, 10, 4, 1. Но я уж это даже не знаю, что думать. 10, 7, 4, 1. Капец! Опять таракан какой-то лаз полез. Загадки трэш, вообще. Тихо, а зачем мне ультрафиолет? А-а-а! Это, это, начальная заставка. Сатулетка. Фу, жезь. Я же правильно иду? Сходу кручу какой-то вентиль. Вообще даже не разобравшись. А, еще один есть. Нафигеть. Нафига тут шкаф? А, подожди-ка. Нужно еще покрутить? Типа, как это работает? Вентиль отодвигают шкаф? Звук такой вообще необычный. Все еще никак, а боком. Нужен еще один вентиль. Че там? Швабра какая-то? А, погоди-ка, а че делать-то? Выйти из подвала есть смысл? Я не знаю, а если там был вентиль? Вот это загадки, я фигею с них. А, вот еще есть. Нифига не спрятали. Телек даже есть. Так, если идти задом, мне техника не помогает. Техника идти задом не помогла. Так, а какой-то рычаг. Ты че тут делаешь? Телевизор надо было вставить, что ли, эту рукоятку. Я думала, просто какая-то пипка торчит. Че за клон-то? Ты слышишь? А? За кровать, а как я проходила-то? Так вот, вот. Прикинь, там че невидимая стена? Серьезно? Только что была невидимая стена вот здесь вот, пока я рычаг этот не отключу. Ну, вот и третий. Это, наверное, выход, но никто ничего не понял, че происходит. Че тут происходит? А, это не выход, это швабра. А, какую швабру-то? Это молоток. Давай, долби его. А, надо убить эту статуэтку. Все, поняла. Нам вначале сказали, что статуэтка причина всех проблем. Ясно? Все, получишь сейчас. Вообще, изи, я считаю, разобрались с ним. Ну, просто изи. А, свечка типа сюда возвращаться? Че такое? Ножик? А, он убил этого клоуна, который нас преследовал? Оказалось, это мужик в маске? В смысле? Получается, наш главный герой сам стал поехавшим? Нафига он маску-то одел? Это, подожди, это, получается, вот этот вот мужик нам в скримеры давал? В маске клоуна, который? И все, что, все описание игры, которое у нас есть, это то, что нам говорят в начале. Вот такой вот хоррор получился. Ничего не понятно, но очень интересно. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, чтобы ничего не пропустить. И мы с вами очень скоро встретимся в следующих видео. Всем хорошего настроения и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok